24 ноября. Разминка перед центральным матчем регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Сегодня играют лидеры – московский ЦСКА и спортивный клуб СКА из Санкт-Петербурга. Накануне матча пришло печальное известие. На 85-м году жизни скончался Виктор Васильевич Тихонов – легендарный тренер ЦСКА и сборной команды Советского Союза. Этот матч посвящен памяти Виктора Тихонова, Виктора Васильевича Тихонова-старшего. И должны сегодня показать обе команды, которые и так по себе, сам по себе, это очень важный матч. Они должны показать свой лучший хоккей, но чтобы Виктор Васильевич, да, он это не видит, но чтобы в память его было то, что мы выходим, вышли на новый уровень. В качестве главного тренера Виктор Тихонов трижды приводил нашу сборную к титулу олимпийского чемпиона и восемь раз к титулу чемпиона мира, а московский ЦСКА – 12 раз к званию чемпиона Советского Союза. Его талант и спортивные идеи открыли новую эпоху в истории мирового хоккея. «Реально, вот сейчас многие, ну не хотят об этом говорить, но был застой в хоккее, было это очевидно. И Тихонов пришел и абсолютно современный, суперсовременный в тот момент рельсы поставил наш хоккей. Мы стали больше тренироваться, мы стали более профессионально относиться к делу, мы стали больше жить на сбору. Никаких раскаток перед игрой не стало. Стали настоящие тренировки утренние, часовые, 45-минутные. Мы стали играть четыре звена, мы стали меняться по 40-50 секунд. Это был абсолютно другой темп и абсолютно другая игра. В ЦСКА в тот момент пришли Капустин, Бабинов, Балдерис сразу в тот год, когда он пришел, через год Дроздецкий, Макаров, Касатонов. И это был косяк нашей новой сборной, которая стала красной машиной. В семье Тихоновых спортивная связь времен никогда не прерывалась. Внук знаменитого тренера Виктор Тихонов-младший, сегодня один из ведущих хоккеистов Петербургского СКА и сборной России. Нападающий Виктор Тихонов, номер 10-й, Илья Германчук, номер 17-й, скончался трехкратный олимпийский чемпион, Виктор Васильевич Тихонов. Игра двух армейских команд проходила в бескомпромиссной борьбе. Иначе быть не может, особенно когда играют лидеры. Героем матча стал Виктор Тихонов-младший. В непростой для него день он не только нашел силы выйти на лед, но и забил две шайбы в ворота ЦСКА, а также сделал голевую передачу. Однако москвичи все же были сильнее и в итоге одержали победу со счетом 5-3. Виктор Васильевич Тихонов оставил после себя многочисленные рукописи, в которых изложил свои теоретические взгляды на современный хоккей. Наследие великого тренера еще только предстоит понять и оценить.